Всем привет! На основе личного опыта я решил записать несколько коротких роликов на тему протеста и участия в протестах, как таковых. Скажем так, поделиться личными наблюдениями и личным опытом. Первое. Наблюдение первое. Осознание цены. На протяжении, скажем так, уже многих лет и еще, пожалуй, самых первых моих каких-то участий в жизни политической, я обнаружил такой интересный, я бы не сказал это феномен психологический, нет, это скорее типичное поведение людей, что люди не осознают, что все имеет цену. И даже более того, что не заплатив определенную цену, ты, в общем-то, ничего не получишь. К чему же это я клоню, так издалека подходя? Дело в том, что я заметил очень много лет назад, 8 лет назад, на примере большого количества случайных людей, с которыми общался, что у них есть некое магическое мышление, что им достаточно просто попротестовать в интернете, написать комментарий, допустим, или высказаться как-то на своей стене, что им достаточно выйти где-то, постоять рядом, сделать вечерком после учебы или работы, селфи возле какой-то движухи, почувствовав такую причастность к чему-то. может даже пару раз что-то покричать, и пойти домой или пиво пить с чувством выполненного долга и своей величайшей социальной значимости. Но дело в том, что это так не работает. Это так не работает. Более того, любое более-менее серьезное участие в какой-то политической жизни, не обязательно даже протестной, имеет свою цену, в плане того, что ты платишь за это какой-то реконфигурацией своих социальных контактов. Не все люди будут к этому так или иначе хорошо относиться или даже нейтрально. Самый удивительный пример, который я видел, пожалуй, с человеком, который, знаете, на кухне, такой кухонный оппозиционер, который вот в узкой компании всегда такой громче всех, наверное, был, ну, в такой узкой компании, знаете, там, пять, максимум десять человек собраться там, выпить, всегда так грамотно отстаивавший, и когда вот начиналися серьезные какие-то дела, полностью так замолчавший и выпавший такой из пространства, так рос и замолчал человечек. А потом такой, не взначай, тебя спрашивают, ой, а что ты в этом участвуешь там? Ну и во нахуй. Типа побьют еще, знаете. И вот такое понимание интересное. Про побьют это, кстати, тоже интересно. Ведь люди думают, что в таких, в общем-то, по сути до сих пор еще где-то полуафриканских, полусовковых помойках постсоветских, что ты можешь что-то просто доказать. То есть, вышел там, какую-то позицию свою сказал, вышло вас много, вышло вас тысяча, вышло вас две, и типа тебе за это ничего не будет. Ну почему же? Будет, будет. Есть куча наемной гопоты, и иногда и вовсе не гопоты, около спортсменов из разных местечковых отделений и спортклубов вполне себе за деньги, которые приедут и разобьют вам голову в темном переулке, когда вы будете возвращаться домой. У меня песенка «Начни с себя», если кто следил за каналом и помнит. там строчечка повторяется постоянно «По дороге к дому, проверяй карман с ножом». Она у меня абсолютно не... от фонаря возникла, это не какой-то кичи пункт. У меня был период в жизни, когда я постоянно держал, когда возвращался домой поздно, руку в кармане с ножом. Вот на серьезных чах. Ну, такой период в жизни был просто, потому что на каких-то знакомых там, допустим, нападали. Так вот, так это бывает. И человеку нужно трезво оценивать, во-первых, во что он вписывается, а во-вторых, вписываясь, ну, понимать, что он идет против какой-то фактически системы, которая еще вчера там, ну, условно говоря, вчера там, в 60-х, когда там устраивала там новочеркасские расстрелы рабочих и еще там, грубо говоря, которая на сегодняшний день, ну, на самом деле, ну, недалеко ушла от какого-то самой, где племенной вождь даже районного масштаба какого-нибудь райцентра вполне себе может позволить натравить на вас и ментов, и милых ребят из какого-нибудь спортфуба, которые за, ну, небольшую сумму там какие-нибудь, господи, там, 50-100 баксов на рыло отобьют почки, например. Ну, такое вот. Спасибо. Спасибо.